Февраль 1972 года. Японский город Саппора принимает 11-е зимние Олимпийские игры, которые заканчиваются убедительной победой советских спортсменов в неофициальном командном зачете. На их счету 8 высших наград, что в два раза больше, чем у ближайшего конкурента. Команда Германской Демократической Республики. Сборная СССР по хоккею в третий раз выигрывает Олимпийский турнир. Во многом благодаря успешной игре 19-летнего Владислава Третьяка, дебютировавшего на Олимпийских играх. Впервые золотую медаль на зимней Олимпиаде завоевывает представитель Чувашии, лыжник Владимир Воронков, который побеждает в составе эстафетной команды в гонке 4 по 10 километров. Воронкову доверили первый этап, и он не подвел своих партнеров, финишировав в лидирующей группе и передав эстафету, уступив лидеру всего лишь одну секунду. На репетиции торжественного открытия 11-х зимних Олимпийских играх Саппора произошел курьезный случай. Один из японских зрителей, присутствовавший на репетиции, заметил, что кольца на официальном олимпийском флаге расположены не в том порядке. Организаторы долго возмущались на хальство японца. Долго. До тех пор, пока не признали, что это действительно так. Кольца были расположены не в том порядке на протяжении последних 20 лет, начиная с Олимпиады 1952 года. Почему мы настраивались на жесткие очень конкуренции? Потому что норвежцы, я знаю норвежцы, у них была установка после чемпионата мира обязательно обыграть и русских. И в чистую обыграть, чтобы и в Норвегии поняли, что чемпионат мира был провален случайно. Истофета ведь одна из самых сложных гонок. Индивидуальная гонка, ты отвечаешь за себя, поэтому психологически это меньше, да, чем истофета. Вот сколько себя помню, мне доверяли только первый этап. Я в принципе ни один первый этап нигде не проиграл. Это и на Мире в 70-м году, где мы выиграли чемпионат мира. Мы выиграли там, я тоже бежал первый. В Греновлю бежал первый этап с сильнейшим норвежским Мартинсоном. Ну я проиграл ему там немного совсем. Вот. И когда встал вопрос Сапора, кого же ставить на первый этап, вопросов не было. Вот. И все ребята, и Веденин, и Симашов, и Скобов, они, конечно, хотя был вариант там еще, вместо меня должен был, может, и другой парень бежать. Но ребята настоялись, чтобы именно бежал я. Вот. Но тем не менее, они были уверены, что я первый этап не проиграю. Ну так и получилось. Почему я, в принципе, мог бегать хорошо первый этап? Я после стартового рывка, а там стартовый идет рывок, потом пробегаешь 500-600 метров, и идет маленькое избавление. Люди немножко дают себе передохнуть. И я вот за этот период, за этот период, я успевал восстанавливаться. Я временами даже не давал большого диапазона выходил и начинал дергать. Тем самым сильно спортсмены отваливались. Не успевали восстанавливаться и захлебывались. Мы к этому подъему подъехали, наверное, человек пять нас был. Норвежцы, шведы, швейцарцы, я и еще кто? По-моему, итальянцы. И вот мы на этом подъеме, по сути дела, трое и убежали. Второй этап бежал Юра Скобов. Бежал с олимпийским чемпионом Стильдумом, который выиграл гонг 50 километров. Он очень отработал, конечно, сильно-сильно. И Юра, Юра. Федя передал именно первым. Я Юре передал вторым, а Федя побежал первым. Федор Симашов. Сильный спортсмен, очень. Он и там был в призерах ПСАПРа гонки на 15 километров. Ну вот, видать, немножко где-то психология страдала у него. Ну, конечно, у меня была камера, камера. Я побежал быстренько, думаю, буду снимать. На самом деле я снимал, снимал до тех пор, пока не прошло 5 километров. И сказали, что Федор Симашов начал проигрывать. И он уже перед подъемом, перед подъемом проиграл 40 секунд. И какая съемка может быть? Я, конечно, все бросил. Стал переживать, стал бегать. И он, когда финишировал, он проиграл на этапе, на этапе минуту 2 секунды. Ну, уже все поняли, что нам не выиграть. И уже норвежцы, по сути дела, когда Слава убежал, и он пробежал где-то 4 километра, разрывы почти не сократились. И норвежцы уже на стыдоле стали песни петь, флагами гулять, веселиться. И вот, когда, подходя к этому подъему, уже и тренеры ушли с дистанции, по сути дела. Подходя к этому большому подъему, стоял тренер по биатлону Привала. И он к Славе кричит, Слава, ты его сейчас увидишь. И когда вот Привала вклинул, Слава, ты его увидишь, он говорит, потом Славка рассказывает, конечно, я этот подъем отработал, говорит, так, что в глазах потемнело. И когда, говорит, выхожу с подъема, вижу 4 номер. Увидел я его спину. Оставалось там чуть побольше километра. И равнина, и спуск. И он его догоняет. И начинает там две лыжни прыгать на эту лыжню. Норвежец тоже. И так прыгали, прыгали, до тех пор, пока норвежец не упал. Упал и встал, и не знает, куда бежать. И когда Слава закатился на стадион, стадион вдруг замер, были песни, норвежцы веселились, а видать там уже и это, и вдруг замер, мертвая тишина. А где же норвежец? И потом гул, вы представляете, а японцы очень хорошо болели. Очень, особенно за русских. И вот этот гул не смолкал, пока не прошло награждение. Мы и сами не верили, что это чудо произойдет. По-моему, кроме только сладких видений, никто не верил, что мы можем выиграть. Вы представляете? Ну, отыграть одну минуту с лишним, это невероятно, на 10 километрах. Ну и когда, конечно, Слава закатился, ну, конечно, во-первых, это слезы. Это однозначно. Там другого быть не может. Ну и сразу все и тренеры, все и поздравления, поцелуи, все. Подвигом советской эстафетной команды были восхищены не только наши болельщики, но и принимающая сторона. По легенде, на приеме у мэра Саппора глава японского города сказал, я понял, почему Япония проиграла войну Советскому Союзу. Потому что в вашей стране есть такие люди, как Вячеслав Феденин. Март 2012 года. Канаж. Владимир Воронков посещает с визитом свою малую родину для того, чтобы встретиться со своим первым тренером Владимиром Григорьевым и принять участие в торжественном открытии детского турнира по лыжным гонкам, носящим его имя. Спасибо, что есть такие соревнования. Я очень рад видеть то, что, в принципе, в больших городах становится все меньше и меньше. Вообще, наше будущее в лыжах именно будет преврастать вот в таком месте, как город Канаж, Чуаши. Лыжный спорт – это один из самых привлекательных, один из самых народных видов спорта. Самый здоровый образ жизни можно приобрести только на лыжах. И надо любить уже лыжи. Это балет на снегу. И, пожалуйста, относитесь к этому балету, как и положено актрисам у нас в спортивной школе. И на лыжах бегаем, и танцуем, и поем, и жизни радуемся. Дмитрий Петрович Воронков – пример для всех. На Олимпиаде Сапра он приобрел успех. Мечтаю пройтись по вашим путям. И я, как вы, Олимпиаду Форта. Будьте здоровы и счастливы тоже. И мы будем на вас похожи. Спасибо. Обязан подняться, представляете. Ну, такая страна, такая страна не имеет права проигрывать Австрию и Швейцарии. Я понимаю, там Мекки, Шведы, Норвежцы, Финны. Ну, Россия всегда славилась сильными лыжниками. Всегда. Были очень большие спады, перепады, но лыжники были всегда сильные. И я верю в это. В Сочи, в Сочи будет тяжело представителям Чувашии. А вот через Олимпиаду, через Сочи, следующие Олимпиады обязательно представители Чувашии выиграют Олимпийские игры. Обязательно. Я это верю и ожидаю. И хочу, чтобы не только я был Олимпиадом чемпионом, я хочу, чтобы их было много в Чувашии, представляете. Особенно в зимних видах спорта. Спасибо и ждем успеха. И субтитры и ждем успеха. Субтитры создавал DimaTorzok